Я понял, что мы достигли какой-то новой стагнации. Российские стагнации – особые стагнации, они имеют длительность. Самая смешная стагнация была коммунистическая на 70 лет, а стагнация, скажем, татаро-монгольского игоря была 300 лет, стагнация дома Романовых была 300 лет. Вот стагнации всё разнообразные, разные, но такие мощные и большие. И я понял, что мы въехали в какую-то мощную, 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 очень новую стагнацию. И я думаю, лет на 300 нужно нам добиться. Значит, это первое соображение, почему мне нужно было снять, обязательно я понял, что нужно снять Ассу-2. Во-вторых, пришла ко мне девочка, ну, тётенька уже такая, взрослая, которая была девочкой на премьере Ассы-1. И принесла мне такой толстые какие-то листы бумаги. Я говорю, что это? Перепугался, я увидел эти листы бумаги. Она говорит, это диссертация. Она пишала диссертацию Абасе Первой. Защитила её, и вот вам хочу подарить диссертацию. Я говорю, спасибо вам большое, только я её читать не буду. Она говорит, нет, нет, не надо её читать. Пожалуйста, это вопрос на память, диссертация. Но одну мысль из этой диссертации я вам хочу сказать. Вы знаете, у меня было такое чувство, когда мы все приходили, например, у Ассы Первой, что начинается вот сейчас какая-то немыслимая, что мы празднуем начало немыслимо прекрасной эпохи для искусства, когда начнётся искусство подлинной свободы, подлинной раскованности, подлинной радости, подлинное начало всего. И мы, говорит, не соображали, что на самом-то деле, на примере Ассы Первой мы праздновали конец честного искусства, после чего начиналась коммерция. Это уже совсем другое. Я не говорю сейчас о свойствах коммерции, она может быть хорошая, плохая, любая. Я говорю просто, что это разные вещи. И очень хорошо она как-то сказала про то искусство, которое было, которое закончилось на Ассе Первой, честное искусство. Потому что это какая-то очень большая потеря у всех. Потому что в голове что-то такое завозилось совершенно другое, да, связанное с этим делом. Ну вот хотелось понять, что это другое. Я стоял в той толпе, которая в конце Ассы Первой, значит, перемен хотим, перемен, перемен. Я сам орал там тоже. Перемен хотим, хотим, перемен. И очень честно мы все орали, и я совершенно не против того, что мы орали перемен, хотим, перемен. Я просто понял такую вещь, что мы орали про перемены, в общем-то не соображая, каких именно перемен мы хотим. Чего мы, собственно, хотим. А вот сегодня мы получили то, что мы получили. И здесь уже есть о чём подумать. Вот про это в основном фильм «Асса 2». Мне, понимаете, я очень хорошо и нежно с любовью отношусь к Ассе 1, но я как бы не могу не видеть сейчас её странной романтической наивности. И мне очень не хотелось бы, чтобы, значит, от того, что мы там делали, там последние 30 лет вообще в кино, да, осталось бы ощущение, что я такой, как бы, слегка наивный, такой романтический, ну, такой дурачок вроде. Понимаете, племян хотели, племян, и вот, значит, всё, мы получили племян. Вот, для этого тоже было необходимо снять «Ассу 2». Одна женщина мне сказала, вы знаете, у вас, мне понравилась очень ваша картина, но после неё невероятно хочется повеситься. Я думаю, что это неправильно. Там есть такой титр «Уныние – страшный грех». Это из Библии слова. Уныние действительно страшный грех. Поэтому эта картина не про умы. Это картина про мужество, про то, что нам просто всех нужно очень много сил и мужества, для того, чтобы после того, что мы сами наделали, жить дальше. И вот тут в картине снимались два человека. Один – Серёжа Шнуров, да? Замечательный, по-моему, поэт, музыкант, изумительный человек, первоклассный, да? Вот. И великий, потому что музыкант Юрий, ваш, величайший артист, дирижёр. Вот. И то, что эти два человека сейчас существуют, и существуют так, как они существуют, даёт колоссальную надежду жить дальше. И верить в то, что всё, например, кончится хорошо. Ну, ещё я хочу сказать спасибо Тане Друбичу, которая здесь, за то, что... Со мной отбарабанила и первую Асу, и Анну Карелину, и Асу вторую. И это всё вместе, конечно, её личный, я бы даже хотел сказать, такой, ну, врачебный, да, врачебный подвиг. Нет, ну, молодец, просто она молодец, потому что это всё такое разное, и всё такое единое. И вот в этом единстве разностей, вот, в общем-то, и есть, наверное, смысл нашей жизни сегодня. Спасибо вам большое. Посмотрите, как это... Вот там одно вещь я же хочу предупредить. Я попросил сделать звук очень сильным. Не потому, что вы глухие, а потому, что тут очень важна в этой картине атмосфера рок-концерта, да? А там децибелы добавляются, да? И без этих децибелов смотреть эту картину нельзя. Она должна быть децибелой. Вот, поэтому, извините, потерпите, но так нужно для дела. Вот, спасибо вам ещё раз большое. Таня, спасибо. Ну, вы прощите. Добрый вечер. Я сегодня возвращаюсь в Москву. И хотела бы попрощаться с вами. За эти дни с нами вот произошло здесь что-то очень хорошее. Нас сопровождали изумительные, замечательные люди. Вот здесь сидит Жанна, вот Люба, который открывал, Виталик. Алла, которая затеяла этот фестиваль, мне кажется, очень важную и очень нужную. И хотела бы вам сказать, что, понимая все риски и трудности в вашей новой жизни, хотела бы вам пожелать здоровья, чтобы вы жили долго и с удовольствием. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я была в страшной оппозиции к этой картине с самого начала. Я даже сценарий не хотела читать. Ну, поскольку я довела, конечно, с этого «Титаника», я уже, конечно, не могу убирать, так сказать, совесть. И мои чувства к людям ко всем не позволяют. Но я ни минуты не верила в то, что в эту воду можно зайти дважды. И как-то очень повела и переживала. И, конечно, картины относятся по-разному. Но когда я увидела эту картину, я вот, Серёжа, сказал бы, Серёжа, ну что ж мне сказал, что будет хорошая такая картина, я бы лучше играла. Здравствуйте. И перед началом фильма, который мы все ждём, маленькое объявление из-за того, что вчера в клубе «Смола» не показали мою историю группы кино, которая была героями АСА-1, то те, кто хотят посмотреть документальную историю группы кино, такие редкие эпизоды из жизни этой группы, могут посмотреть это после премьера фильма. Спасибо. АСА-1 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 Брис Гребенщиков, who was featured in the first part, and the CD said, that it's to the father of Russian stagnation, or something like that. И это сюрприз.